К другим темам. Работники компании ЭКО-М начали интенсивную очистку столичных улиц от бытового мусора. Стихийные свалки осложнили ситуацию в городе. Как идут работы, расскажут наши корреспонденты. Мусор на обочинах и вокруг контейнеров не скрывает даже снег. Попасть в переполненный бак нужно с двух или даже трехметровой дистанции. Чем не спортивная игра? Увидев у полномоченного главы республики Алибека Алиева, которые лично контролируют вопрос мусорного произвола, останавливаются прохожие. Когда уберут эту груду, особенно интересуются добросовестные плательщики. Лично я стопроцентно заплатила за мусор. Я могу все квитанции показать, в девятиэтажке я живу. Да, вот за все заплатила. На Новый год все платили. Ну вот такого безобразия я никогда не видела сколько. В последние годы вообще не видела такого безобразия. Сказали, не работай, мастер, пока мы вам не позвоним. И мы вот сидим уже два дня дома сидим, а на улице грязно, у нас переживания. Потом, когда скажут выйти, потом как мы сможем всю эту грязь убрать. Они думают, снег, это значит грязи нету. Здесь собаки растаскивают. Там эти люди бросают ветер, все, вот разлетается. Вот посмотрите, везде грязь такая. Вы выходите на работу и всей вашей бригаде тоже сходите, чтобы выходили на работу. Завтра выходить, после завтра выходить. Понятно, пока вот. Первый рабочий день вы мне можете позвонить, нашел зарплату тоже. Им дано указание, чтобы рассчитались с работниками. Участок рядом, проспект Гамидова, медленно, но очищается. А на соседней улице Ирчи-Казака работает трактор. Такой объем отходов и бытовых, и строительных, без спецтехники не осилить. Машины компании ЭКМ сейчас работают во всех микрорайонах города. Наши собственные техники ЭКМовской задействованы на 60 единиц. А то, что дополнительно на это превышает 100 единиц. В каждом районе где-то по 30 единиц работает. В Советском еще больше работает. В Кировском, я вам скажу, по состоянию на сейчас, где-то 34 единицы работает. Только в Кировском. Ну вот мы более-менее постарались центральной части разгребсти, как говорится. Сейчас занимаемся поперечными улицами. И я думаю, еще завтра, может, послезавтра мы ситуацию должны, как говорится, выпрямить. Сколько числа будет убран город от мусора? Вот белой порядок, чтобы только мусор, чтобы мы увидели в контейнерах и нигде больше. Вот такая ситуация когда будет? Я думаю, к 10-му числу мы разрулили. Может быть, даже 9-му. Очистить город от мусора обещают условленные сроки. А то и раньше. Горожанам остается лишь поддерживать чистоту на своей территории и вовремя платить за соответствующие услуги. Мы вместе с вами поездили, увидели, что на самом деле работа идет. Но горожанам тоже просьба, чтобы мусор свои, бытовые отходы от ремонтной работы, тяжелые вещи, чтобы не бросали сюда. И самое большое вопрос, чтобы каждый житель, чтобы за вывоз мусора вот эти копейки платили.